С Верой в спорт Да, смотрите, то есть в этом году мы выиграли грант от фонда президентских грантов на организацию проекта Велошкола. То есть грант на сумму 2 миллиона 800 с копейками. Что такое проект Велошкола в целом? Это то, что вы уже проводили, в принципе, и раньше. Это было взято за основу. То есть мы начали проводить Велошколу в 2014 году. У нас просто такая идея пришла в голову, что у нас ездят все как попало на велосипеде. Нужно что-то с этим делать. Конечно, это свод правил, обучать. Да, обучать людей для того, чтобы они ездили грамотно, безопасно для себя, безопасно для окружающих и для того, чтобы культура у нас росла, чтобы уважали велосипедистов, автомобилистов, пешеходов и наоборот. Чтобы все жили мирно и дружно. В этом году нам дали помещение, администрация, площадь 490 квадратных метров как раз на Филейке, рядом с Трамплином. Но помещение в ужасном состоянии и мы изначально планировали грант писать на ремонт помещения. Но в процессе уже написания выяснилось, что мы не можем средства гранта расходовать на, скажем так, на ремонт. То есть там прописано, что нельзя капитальное строительство, нельзя там ремонт, то есть только конкретно сами мероприятия. То есть чтобы у слушателей было понимание, то есть грант это не то, что нам дали денег для того, чтобы мы что-то построили. Нет, нам дали грант для того, чтобы мы что-то изменили вообще в социуме. И те изменения, которые мы делаем, это мы создаём условия для велосипедистов. То есть у человека, получается, есть выбор, то есть где ему кататься. Либо он катается в городе, создаёт помехи пешеходам, создаёт какие-то аварийные ситуации, либо он катается в парковой зоне. Но парки у нас маленькие все, да, то есть там особо не развернёшься. А Фелико такое место, где очень много его, собственно, этого самого места, и оно никак не задействовано в летний период. Никак не используется. Да, мы там традиционно проводили кросс-контрейные соревнования, соревнования там по даунхиллу, но это всё было в таком, ну, очень простом, в элементарном виде. Вот, и всегда хотелось это место преобразить и сделать там действительно классный велопарк, потому что у нас там есть хороший градиент, хорошая природа. Градиент это перепад высоты. Градиент, да, это набор высоты на расстояние. Вот, и, собственно, как бы, мы тогда видоизменили грант и прописали именно проведение мероприятий, то есть на различных площадках, которые нужно построить. Ну, и, собственно, как бы, сам кран включает в себя это покупка оборудования для проведения мероприятий, которое нам пригодится потом ещё на многие-многие годы. Это звуковое оборудование, оборудование для показа фильмов, которые мы, собственно, показы и организовывали на набережной Галины. Об этом ещё скажем. Да. Вот, это, если можно, палатки, это там виброплиты, косы, пилы, всё-всё-всё. То есть всё то, чем мы можем всё это строить не только в этом году, но и продолжать ещё в дальнейшем. Строить, облагораживать, да, и сделать среду эту доступной для велосипедистов. Да, да. То есть все эти площадки, которые мы строим и построили, они все свободно в доступе. То есть человек может приехать и свободно покататься по ним. Естественно, что они есть разные по уровню сложности, но этот уровень сложности будет в дальнейшем обозначен специальными табличками. Вот. И на данный момент установлено уже пять больших таких штендеров. Карты информационные появятся на следующей неделе. Вот. На этой неделе, получается, появятся. Да, получается, на этой неделе. Они уже, да, они уже появились. Потому что на этой неделе фестивали, которые мы ещё тоже скажем. Да. Они уже появились. На этих картах как раз будет изображено, где какие площадки находятся, как к ним приехать и где человек находится в данный момент времени, для того, чтобы он мог сориентироваться. Вот. Теперь давайте, ну, расскажем про сами площадки. Про сами площадки, чем вы занимались всё лето, как эти площадки преобразовались. Да. То есть мы, то, что грант мы выиграли, деньги мы получили только где-то в конце июля. То есть мы уже сдвинулись практически на полтора месяца по срокам. Полтора месяца простое, получается. Да, это не по нашей вине. Вот. И потом мы ещё согласовывали ещё много использования участков, потому что там тоже возникли определённые сложности. Бюрокартические проблемы дали себе знать, но я так думаю, что они повлияли на результат. Но мы всё, мы все их, слава богу, мы их все решили. Вот. И мы начали строить ещё в начале лета. То есть то, что можно было где-то чистить, убирать кустарники. Вы с вами сегодня без привлечения средств? Ну, где-то без привлечения средств. Потому что на самом деле там все те площадки, которые мы запланировали, они находились в таких местах, где ничего кроме мусора и кустарника ничего нет. То есть их приходилось себе полностью выкашивать, выбирать мусор, ветки эти в дробилку запускать, там частично вывозить. Какими силами вы это всё сделали? Там совокупность. То есть там наши личные, скажем так, силы, плюс волонтёры, плюс специально нанятые люди на определённые виды работ. Потому что работы много. Особенно сложных каких-то, да, тяжёлых? Их просто много было на самом деле. То есть там в одной расчистке это было порядка месяца. То есть люди целыми днями ходили, всё это выстригали, вырезали, спиливали, вкладывали в кучи. Потому что очень много мусора. И в целом парк он, по сути, такой пока что заброшенный. То есть он частично используется локально, там где-то в одном месте там лазерольная трасса идёт, там, естественно, всё хорошо. А в другом месте там трассы, которые используются зимой, там тоже их более-менее прокрашивают. А вся остальная часть, она, по сути, просто заросла кустарником. Вся, абсолютно, на 100%. И вот приходилось, по сути, прорезать через неё вот эти все траектории. Расчищать площадку для того, чтобы можно было там размещать специальные трамплины. Вы сами продумывали размещение трасс, расположение объектов? Мы, как бы, не то, что лично я. То есть я не один, в федерации нас много. И плюс мы привлекали ещё специалиста Александра Симонова. Он вообще там чуть ли не международный опыт строитель, именно велотрасс. Он откуда? Он из Москвы, но сам родом из Кирисковой области. Поэтому, как бы, приехал, помог. Вот, смотрите, то есть вообще сейчас, по идее, есть такая даже профессия. Трилл-билдер, она как бы американская, но уже и в России. Есть фирмы, которые занимаются непосредственно профессиональной строительством велосипедных трасс. То есть, например, велосолюшн фирма строит сейчас в Ижевске памптрек стоимостью там порядка что-то 10 миллионов. Ну, немножко отошли от темы, возвращаемся к нам. Да. Вот, смотри, то есть у нас основная концепция какая? То есть создать доступную среду для любого велосипедиста. То есть либо ты катаешься на горном велосипеде, ну, просто обыкновенный такой маутинбайк. Самый простой, пожалуйста, есть там дорожки. Ты можешь замечательно провести время, покататься на свежем воздухе. Ты больше уверен, что это не внешнее какое-то там стекло, что там не будет никаких препятствий. То есть все будет облагорожено и аккуратно. Вот, если ты велосипедист уже с какими-то определенными навыками вождения велосипеда, и ты хочешь что-то поинтереснее, пожалуйста, для тебя есть там дополнительно другие трассы более высокого уровня по сложности. И можешь проехать по ним. То есть там уже присутствуют какие-то элементы типа крутых спусков, подъемов, корешков. То, что называется даунхилд. Нет, это все еще кросс-кантри. Это и кросс-кантри. То есть кросс-кантри, давайте расскажем, что это за понятие, то есть то, о чем вы сказали. Дорожки, тропинки. Да, вообще, как по идее, горный велосипед – это вот все. И даунхилд, и маутинбайк, и дерт, и стрит. Потому что горный велосипед – это маутинбайк. Но маутинбайк очень много поднаправлений. То есть в понимании обывателя горный велосипед – это просто велосипед с толстыми такими умеренношинами и с большим количеством скоростей. Не фэт-байки, это огромные, а именно просто обыкновенные такие толстенькие покрышки. Ну, те, что по городу в большинстве своими местами. Да, да, это 90 с лишним процентов велосипедов нашего города. Для этого велосипеда оптимальное, скажем так, покрытие, это грунт. То есть не асфальт, а именно грунт. И поэтому мы там частично где-то подсыпаем опилками, чтобы не было глины, где-то просто выкашиваем траву, подрезаем, если у нас это простая траектория, то есть мы убираем всё лишнее, оставляем просто обыкновенную дорожку. То есть максимально приближиваем её к, скажем так... К реальным условиям, да? Ну, не к реальным условиям, просто к тому, чтобы мог любой человек, независимо от уровня подготовки, по ней проехать. А вот те трансы, которые уже идут более сложные, они идут, скажем так, уже на человека, который что-то умеет. То есть мы, опять же, в рамках велошколы обучаем правильно ездить на горном велосипеде. То есть если человек хочет, научится правильно тормозить, съезжать какие-то там препятствия, заезжать на препятствия, переезжать их, правильно поворачивать, мы ему это учим, как раз учим на вот этих элементах. То есть человек может поднять свой уровень и уже кататься по более сложным, скажем так, трассам, более сложным препятствиям. Но если ему и этого мало, трасс, есть ещё сложнее. И вот так вот порядка там шести категорий трасс. То есть... На этой территории шесть категорий. Да, то есть там их... Каждая категория несколько может быть тропинок, но суть в том, что они именно разные по уровню. То есть основной идёт простой круг, и от него вот эти вот уже, скажем так, более сложные трассы идут как ответвления. И вот там как раз будут стоять таблички, на которых будут сказаны, что вот эта трасса, например, уже там... Ну, прямо пойдёшь, сложность найдёшь. Да, зелёного уровня, что там уже требуется вот такой-то уровень подготовки. Вы должны уметь переезжать вот эти препятствия, вот эти. Если вы этого не умеете, пожалуйста, вот обращайтесь в школу, мы вас научим. Удобно. Какова протяжённость трасс? Мы посчитали примерно 22,8 километра. Это всё вместе? Это всё суммарно, все трассы Крускандрии. А если мы берём самый простой круг? Ну, там опять же всё зависит, как разметку повесить, потому что там можно кататься в очень многих направлениях. Но вот мы сейчас будем делать как раз самую простую категорию, запускать по самому простому кругу. То есть ориентировочно круг там будет, ну, где-то километра 3, наверное. Удобно. Там 2-3 километра, он небольшой. Вот. И он очень простой на самом деле. То есть мы как раз вот и хотим позвать всех желающих, у кого есть велосипеды, кто хотел бы себя как-то попробовать именно в спорте, но при этом боится, что что-то не проедет там, им что-то будет сложно. То есть вот будет круг для категории новички, и вообще очень-очень простой, и будет проезжаться, ну, практически вообще, любым человеком, там, бабушкой, без подготовки. Так что можно попробовать уже буквально сегодня. Но больше всего мы приглашаем в эти выходные. Да. Всё верно. У нас суббота, воскресенье. Пройдёт велофест. То есть это как раз такое открытие или приоткрытие этого нашего парка. Мы хотим привлечь максимальное количество людей для того, чтобы показать, насколько это всё востребовано реально в городе, ну, и чтобы как можно больше количества людей вообще знало о том, что он там существует. А сколько людей поместится туда? Ну, я не знаю, там можно в тысячах исчислять, мне кажется. А, правда? Ну, так это же огромная территория. То есть места хватит всем с велосипедами? Места хватит всем, 100%. И для каждого найдётся своя траектория и своя площадка по интересам. Так что небольшой анонс. Я думаю, что мы ещё успеем рассказать про велофестиваль. А так 29 и 30 сентября всех приглашаем на филейку прокатиться с ветерком. Если велосипеда нет, пожалуйста, у нас очень много пунктов проката велосипеда в городе. Покупайте, берите у друзей в прокате. Ну, вот ощутите вот эти последние такие вот осенние денёчки, на самом деле свежий воздух. И каково это прокатиться с ветерком по прекрасной дороге, да и простой дороге. Вот, смотрите. И у нас есть, говорю, траектории, которые вообще рассчитаны уже на профессиональное использование. То есть по ним будут ездить только у нас ребята, кто уже профессионально занимается. Уже имеют какой-то опыт и знания. Приходим к следующей площадке. Площадка Памтрек. Она самая дорогостоящая. Она у нас съела практически треть Гранта. Но она реально самая крутая. Что там особенного? Памтрек – это такая площадка, представляющая собой серию волн и поворотов, контур-клонов, выполненных из асфальтовой крошки, из асфальта. То есть техника прохождения, это, скажем так, техника езды на этой площадке. Это качание велосипеда. Памтрека – слово «качать». Рассчитан на то, чтобы на нём тренировались, как совсем маленькие дети, на тех же беговилах, заканчивая спортсменами-профессионалами и проведением соревнований. Площадка вообще очень крутая, универсальная. Очень зрелищная, наверное. Очень зрелищная, очень удобная, потому что она всё-таки с покрытием, и, соответственно, на ней всегда сухо и чисто. Мы там сделали специальную систему дренажа, завозили очень много земли, отсыпали, загоняли каток 12 тонн, чтобы она всё затрамбовала. Для чего она нужна? Для того, чтобы, начиная с самых маленьких лет, люди учились правильно использовать вес тела на велосипеде. Это очень важный момент. Балансировать. Да. Там не балансировать, а перемещение вверх-вниз, влево-вправо, вперёд-назадь. И потом, когда человек уже обладел техникой владения езды на памтреке, его потом можно запускать, в принципе, в любую другую дисциплину, и он уже будет обладать очень хорошей координацией. Вот в этом плюс, потому что можно, начиная с маленьких лет, и потихонечку тренироваться. Насколько маленьких лет? Да, хоть с двух лет. То есть как человек, кто начинает кататься на беговерию... На трёхколёсных. Да, он уже может перекататься. Тем более, там можно будет кататься и на скейтах, и на роликах, проводить соревнования. И вообще, это очень такая зрелищная, интересная дисциплина, потому что она находится на себя в прямом виде, не проглядывается. Нет, она очень динамичная. Вот. Потом следующая площадка. Да, но мы говорим о том, что эта площадка пока ещё в стадии разработки, подготовки. Она в стадии стройки, потому что технологически оказалось... Мы просто планировали сначала на один участок её делать, потом нам участок поменяли. Кто поменял? В процессе согласования с администрацией, с дюшор, потому что мы планировали сначала использовать территорию с дюшором внутри, но уткнулись... Сначала-то все были согласны, просто мы уткнулись чисто в юридические моменты, о том, что эта площадка должна быть в чём-то видении, соответственно, на чём-то балансе, ну, то есть вот такие... Ну, чтобы за ней следили, да? Да, то есть потом нужно на неё делать специальный паспорт, а паспорт на эту площадку не сделать, потому что, ну, пока нет, скажем так, стандартов на это направление. Но в итоге нам участок поменяли, чтобы было проще всем, но в итоге оказалось нам сложнее, потому что участок был вообще такой... Не очень, и вот мы очень много времени потратили средства на то, чтобы его привести в порядок, чтобы можно было подойти напрямую к тому, что вот просто хотя бы начать формировать волны вот этих асфальтов. Вот, но, тем не менее, процесс идёт, и нам будет достроена площадка в этом году. То есть она уже в этом году будет завершена? Да, ну, в любом случае нам нужно до Нового года завершить, чтобы она у нас зима стоялась по-хорошему, весной мы там ещё дорихтуем, и будем заниматься уже благоустройством территории, потому что пам-трек — это не просто такие холмы из асфальта, это, по сути, такие площадки очень хорошо интегрируются в парки. То есть пространство между этими кочками выравнивается, засыпается грунтом, туда высаживается газон, и получается очень хорошая площадка такая, универсальная. И парк, и спортивная площадка одновременно. Вот. Следующее — это у нас даунхилл. То есть это спуск горы, это уже сугубо экстремальная дисциплина. Это уже спорт. Это как бы спорт и развлечение, то есть он становится всё более и более популярным. У нас по стране строятся маунтинг-байк-парки, это такие, как Сочи, все знают, наверное, Красная Поляна. Построили манжерок, вот буквально в эти выходные прошли соревнования в Архызе, в Верхний Архыз. Потом, я даже всё не вспомню, то есть огромное количество парков везде, где есть горнолыжные курорты зимой, где катаются на лыжных сноубордах, там стали строить именно велосипедные парки для езды сверху вниз. То есть это эндуро, это даунхилл, фрирайд. Мы построили четыре трассы, то есть мы частично там отреставрировали то, что у нас было, и построили несколько вообще с нуля полностью. Как раз у Саши Симонов приезжал, он там делал траектории, мы с ним советовались по геометрии, потому что трасса – это не просто траектория, которую ты захотел и сделал. То есть она должна всё-таки отвечать определённым стандартам. То есть должна быть определённая ширина, должна быть определённый радиус поворотов, определённая длина препятствий. То есть это всё нужно рассчитывать для того, чтобы они были безопасны в первую очередь. Несмотря на то, что они экстремальные, они должны быть безопасны. И у нас получилось четыре трассы разного класса. То есть трасса номер один – это совсем такая проста трасса – трейл. То есть её можно съехать, ну, естественно, что не без подготовки, то есть нужно пройти как раз вот курс велошколы, и после этого можно будет уже безопасно кататься на соответствующем велосипеде и в экипировке по этим трассам. То есть трасса номер один – это такая обучающая для разминки. Трасса номер два у нас такая – «Эйр», то есть для отработки полётов. То есть там трамплины разной высоты, разной длины, разрывные, неразрывные, там очень много всяких разных, контруклоны. Трасса номер три – это у нас такая скоростная трасса в лесу. Она очень уже описанная, очень интересная. И трасса номер четыре проходит примерно там же, но там уже используется специальный мир – шор-дроп, то есть там самое такое огромное у нас препятствие, там свободный полёт по вертикали, метра на три-четыре получается. Но это уже рассчитано на спортсменов-профессионалов. И я так думаю, что за делом на то, чтобы проводить там соревнования. Конечно. То есть мы все эти площадки делаем таким образом, чтобы они у нас в дальнейшем использовались. То есть не просто мы построили и всё, а чтобы мы могли в рамках как вот велошколы проводить бесплатно, занять уроки, так тренировать спортсменов и проводить соревнования. Потому что вот сейчас то, что мы построили в комплексе, по сути, это очень крутая база для того, чтобы нам наш велоспорт развивать как бы дальше, выводить его на более высокий уровень технически. Технически. И давайте скажем, вот вы постоянно говорите в велошколу, велошкола… Секундочку, давайте договорим про площадку, чтобы потом не потерять нам линию разговора. На доунхилле есть подъёмник. Очень важная вещь, потому что… То есть вниз, потом вверх на подъёмник. Да, это очень круто, это экономит много сил, и получается очень как бы так… Тоже сами делали? А? Тоже сами делали. Нет, подъёмник мы как раз с Федерацией сноуборд взаимодействуем, и нам подъёмник предоставили на летний период. Мы там помогли тоже там в воплённых местах, там построили будку, этот же подъёмник там немножко подремонтировали, поднатянули. То есть такой же консорциум там у нас получается на филейке. Ну, по сути, да. Они используют всю эту территорию зимой, мы используем летом. Вот, и у нас получился подъёмник. То есть с помощью подъёмника за одну тренировку, она длится 2 часа, а можно подняться примерно раз в 20. То есть, ну, а без подъёмника 5 раз. И всё, своим ходом. Вот, переходим к следующей площадке, это у нас скилл-парк, или учебная площадка. Самая интересная. Да. Для новичков, наверное. Ну, там для всех, на самом деле, там опять же препятствия разного уровня. То есть начинается с всем, совсем простых для детей. Там такая восьмёрочка из досок, качелька, приезды брёвнышек, в дальнейшем там будут ещё камни, специально такие булыжники. На этой площадке человек начинает учиться правильно пользоваться горным велосипедом. То есть она как бы такая... Маневрироваться. С аккумулированные препятствия, какие бывают. То есть смоделированы те ситуации, которые могут возникнуть на любой трассе, не только у нас, в нашем парке. По сути, как автодром, наверное, для автомобилей. И поэтому там можно отрабатывать базу навыки владения велосипедом. Там приезд препятствий, там лёгкие тест-прыги. Так и заниматься велотриалом. То есть там отдельное кольцо, сделанное из брёвен, то есть оно такое очень интересное, из пилы брёвен, оно уже предназначено именно для велотриала. Велотриал — это у нас одна из дисциплин велосипедного спорта. И она представляет собой именно как бы... Вот как мототериал, кто может быть видел, там автотериал, то же самое есть и велотриал. — Мне сейчас посетила мысль, когда у меня ассоциация возникла с автодромом. Почему бы нет? Если мы говорим о том, что должна быть культура вождения велосипеда и взаимодействие пешехода-велосипедиста и автомобилиста, почему бы тоже велосипедистов не обучать? Вот, пожалуйста, есть велодром. — На самом деле же у нас есть такой, рядом с 13-м училищем, если не ошибаюсь, Новоровского. Но там для детей совсем. Там закрыта площадка, там только детей обучают. — Там у них обучение идет, ну, очень примитивно. То есть именно светофор, пешеходные переходы. А здесь вот именно как взаимодействовать с нашими любимыми бордюрами. — Вот это да. То есть тут уже конкретно, да. — Здесь уже можно обучиться. — Да, туда отработка, именно навыков владения велосипедом, чтобы человек мог для себя понимать, что вот он едет, видит перед собой какое-то препятствие, лежит бревно. Он может либо переехать, либо там перепрыгнуть. Но это для продвинутых уровней. Если он видит ступеньки, он может с них там съехать или даже заехать на них. Если он видит какую-то яму, может ее там опять же сманеврировать, перескочить. То есть это базовые такие навыки владения велосипедом, чтобы человек уверенно себя чувствовал на нем. — Да. Ну и то, о чем я все хочу сказать про велошколу, которую вы постоянно озвучиваете. — Классическая. — Да. А что, если даже кто-то еще не успел, есть возможность еще проходить учиться? — Да, конечно. Мы уроки вот сейчас проведем велофест, и у нас дальше пройдут уроки. То есть они будут проходить либо в вечернее время, темно, это просто рано, поэтому, скорее всего, мы все-таки будем проводить только в выходные дни, в субботу, в воскресенье. А на уроке можно записаться у нас в группе. Велошкола, там есть специальная... — В группе ВКонтакте. — В группе ВКонтакте. — Озвучите, пожалуйста, название. — Велошкола Киров. — Велошкола Киров. — Да. То есть там есть специально, скажем так, закрепленный пост, в нем есть все ссылки, по которым можно записаться в интересующих себя направлениях. — Да, это бесплатно. — Это бесплатно. — То есть всю информацию тоже можно получить в группе? — Ну, либо писать, лично я все расскажу, объясню. Это касательно велошколы, именно то, что проводим на филейке. Мы еще проводим занятия по классической велошколе. Это как раз езда по городу. Мы учим людей культурно и безопасно перемещаться в городе, потому что помимо бордюров, ступенек, у нас есть пешеходы, которые двигаются очень хаотично, есть автомобили припаркованные, выезжающие, несмотрящие в зеркала. И как раз вот в рамках классической велошколы мы обучаем людей не бояться пользоваться велосипедом в городе, потому что пока у нас нет инфраструктуры такой хорошей, нет велодорожек, там специальных светофоров, но люди тоже ездят, правильно? — Конечно, ездить нужно. — Вот, чтобы они чувствовали себя, опять же, увереннее и с этой стороны, у нас есть специальные уроки. — И все остальные чувствовали себя комфортно с велосипедистами. — Конечно, да. И тем самым мы как раз повышаем культуру. — Да, это очень правильно. А тоже расписание занятий есть? — Да, но они у нас проходят. По площади, по выходным. Вся информация у нас в группе. — Да, уточним по обязательной экипировке, что с собой иметь. — Экипировка у нас всегда обязательно. Это исправный велосипед и шлем. — Шлем обязательно. — На любую дисциплину обязательно, да. — Да, ну и давайте, упоминали уже в программе не раз про Велофест. 29 и 30 сентября. Филейка. Что там будет? — У нас там будет, на самом деле, очень много предприятий. Основные, которые будут проводиться, это у нас совпало так, что мы как раз проводим критериум шоссейный, лазерольный трасс. И гонка критериум — это зрелищная гонка на выбывание. То есть там нужен специальный шоссейный велосипед. Ребята ездят по короткому кругу и, скажем так, на определенном этапе прохождения кругов приждаются очки. То есть люди постоянно отсеиваются, отсеиваются, отсеиваются. — У кого меньше очков, те уходят, погидают трассу. — Да, да. В итоге выживать сильнее. Это про критериум. То есть там нужен специальный велосипед, нужна подготовка. — Ну и можно прийти посмотреть, как это красиво. — Обязательно нужно, потому что очень зрелищно. Поболеть, поддержать ребят. — Откуда спортсмены будут? Кировские все? — Кировские, Сыктывкар, скорее всего, возможно, Нижний Новгород. — Следующее мероприятие, то есть у нас сами мероприятия, возможно, будут меняться, какой день будут проводиться, в зависимости от погоды. А я просто перечислю. Второе мероприятие — это гонка кросс-кантри, которую мы уже обсуждали. — Уже говорили. — Да, то есть там будут три круга, три варианта кругов, три категории, совсем новички, то есть очень простой круг, вообще простой для детей, для пенсионеров, для... То есть только-только купил велосипед. Вторая категория, второй круг — это любители. Там чуть-чуть посложнее, то есть там уже какие-то будут спуски, небольшие какие-то препятствия, но тоже все проезжаемое. И третий круг — это эксперты для наших ребят, уже для профессионалов, кто чувствует велосипед. — Давайте сразу обозначим, есть ли новички, любители или профессионалы хотят зарегистрироваться, как это можно сделать? — У нас работает, опять же, ссылка на регистрацию на онлайн-форум на нашем сайте, нашей группе. — Участие платное или бесплатное? — Бесплатное. — А номера присваиваются какие-то, да, стартовые? — Да. — То есть пакеты можно... — У нас электронный хрометраж, то есть человек приходит, получает пакет, где у него есть специальный номер, хомутики, потом, соответственно, сам этот чип. Ну вот чип, он показывает, где-то чип закрепляется, у него проверяют наличие шлема. Для категории совсем-совсем новички достаточно только шлема. Для категории любителей шлем, страховка, посмотрим ещё, допуск медицинского врача нужен или не нужен? — Да, вы, кстати, про новичков тоже хотелось говорить, нужный допуск. — Совсем-совсем новички, там очень простой круг, там мы не будем требовать медицинский допуск, а для любителей будем требовать уже... — То есть просто можно, да, приехать и прокатиться? — Да, то есть там очень простая трасса, поэтому мы очень существенно снизили критерии допуска к соревнованиям. Это значительно облегчилась история. Да, это просто фановая покатушка, то есть своего рода такой велоаппарат по перечённой местности. На месте можно будет зарегистрироваться? Желательно зарегистрироваться, конечно, заранее, потому что при большом количестве желающих, чтобы не создавать потом очередь. Суматоха, да, и очередь. Когда планируете, если планируете закрывать регистрацию, когда вот крайний срок? Ну, как правило, регистрация закрывается за час до старта. То есть за час точно нужно знать. Да, то есть если вы придёте за полчаса до старта, то, скорее всего, вас просто не успеют зарегистрировать уже, потому что нужно ваши данные внести в компьютер и привязать его к чипу, а на это нужно время. Да. Кросс-кантри обсудили, что ещё будет? Будет даунхилл по трём трассам, то есть трасса у нас не длинная, поэтому у нас идёт в зачёт сумма времени прохождения всех трасс. То есть человек проезжает, сначала будут пробные попытки, а в зачёт будет идти одна из двух попыток прохождения трасс, лучшие. И по сумме времени будем выявлять самого быстрого гонщика. По беговеллу соревнования для детей самых-самых маленьких. Там у нас ребята подготовят специальную трассу, и самые маленькие велосипеды смогут побороться между собой за первое место. Потом на скилл-зоне, вот на этом скилл-парке, тоже будут соревнования такие, ну, совсем-совсем любительский велотреал. То есть нужно будет проехать определённую трассу. Там карты будут выдаваться, да? Как проехать? Нет, она вся в зоне видимости, то есть там просто будет разметка, и нужно будет проехать максимально чисто, то есть не останавливаясь, не вступая ногами на землю. Вот, потом будут прыжки в аэроподушку. Там у ребят стоит специальный трамплин и аэроподушка. То есть можно позагистрироваться, но там идёт оценка на самый лучший трюк. На сложность, на амплитудность и на стиль, на красоту. Какие-то могут быть трюки? Ну, на самом деле, трюки у нас ребята делают даже дабл-бэкфлип, то есть двойной сальто назад и ставят, приземляют. То есть, возможно, тело-випы, випы, ну, это такая термогика, то есть вращается вокруг себя, вращает велосипед вокруг себя всевозможным образом. Вот это надо видеть, это определённо нужно видеть. Это очень красиво, очень зрелищно, но там, опять же, нужны определённые навыки владения велосипеда. То есть там выступать будут ребята, которые уже катаются довольно-таки долго. Так, пам-трек тогда у нас, ну, под вопросом, под большим пока. Ну, будем надеяться, что успеете. Да, ну, конечно, будем надеяться, пока загадывать не будем. Вот, ну, в целом, вот про те мероприятия, которые у нас будут проходить в эти два дня. То есть, ещё раз, это получается критериум шоссейной гонки, кросс-контрейная гонка в трёх направлениях, даунхилл, скилл-парк, беговелл и прыжки в аэроподушку. Во сколько начало мероприятий? По точному хронометражу мероприятия будет информация уже, только, наверное, в четверг-пятницу. То есть завтра будет завтра? Да, потому что мы отталкиваемся от погоды в первую очередь. Ну, что, будем надеяться, что погода позволит провести это очень массовое, очень интересное мероприятие. Да, ещё что планируется в этом сезоне осуществить? В этом сезоне, то есть мы продолжаем дальше наши трассы делать более красивые, более аккуратные до конца сезона, сколько нам позволит погода. Будем проводить тренировки и будем проводить, также продолжать бесплатные вот эти все занятия. А, ещё не сказал, у нас же по вечерам, в эти два выходных, будет показ фильмов. Уже ставший традиционным. Да. Один из вечеров мы посвятим, скорее всего, шоссе, потому что как раз критериумом, мы будем рассказывать, что это такое велоспорт-шоссе, откуда он пошёл, потому что со стороны бывает не всегда понятно, что происходит. На самом деле это очень зрелищно, очень интересный спорт. Там не только физика, там очень много техники, интриг, борьбы. То есть, ну, кто увлекается. Интеллектуальная работа очень много. Да, 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 работа в команде. То есть, ну, про это сейчас стали снимать фильмы, то есть можно подсказать в интернете и посмотреть. Расскажите, это документальные фильмы или вообще кому это может быть интересно? Ну, есть и художественные фильмы, есть и документальные. То есть, есть даже фильмы, которые у нас про известных спортсменов про их жизнь, как они пришли в спорт, как они там бились, боролись, какие-то были трудности. Вот, мы постараемся сделать такую немножко подборку, то есть не показывать полнометражные длинные фильмы, а просто сделать нарезку и показать вообще, что это такое. То есть, чтобы было понятно человеку, что это такое, для чего это нужно, что для этого требуется самого человека, насколько это интересно. Заинтересовать в первую очередь. А во второй день традиционно сделаем подборку фильма про экстремальные виды. Где будут показы проходить? Там же, наверное, на полусеверный, на территории кафе. На территории кафе. То есть, с собой еще плед взять? Нет, там закрытое помещение, то есть, да, там тепло. Ну, я не знаю, как по погоде будет, но лучше все-таки одеться, тепло. Снять всегда одежду можно. Да, да, да. На следующий год, Григорий, какие у вас планы? Что, может быть, уже знаете, что будете делать? Ну, следующий год, то есть, мы заканчиваем в этом году работу по гранту, отчитываемся перед грантодателем и переходим полноценно к нашему помещению. В данный момент у нас уже сделан дизайн-проект помещения, написан бизнес-план, и у нас ведутся переговоры пока предварительные с инвестором. То есть, мы будем выходить уже на такие более конкретные, скажем так, разговоры. То есть, если все хорошо, то мы к весне должны наше помещение перевести в полный порядок и запустить на базе помещение, помимо вот этих бесплатных уроков, уже полноценные велосипедные секции по направлениям. Это шоссе, это маунтинг-байк в различных направлениях, это пам-трек, также будет секция беговела и туризм. Вот еще важный вопрос, у нас осталось буквально две минуты времени, которые я хотела бы обсудить. Это тренировки и вообще катание на велосипеде зимой. Это вообще реально? Реально. У нас многие просят провести зимнюю велошколу, то есть, мы будем делать дополнительные уроки по владению велосипеда зимой. То есть, на самом деле, зимой кататься даже интереснее, чем летом, потому что весь город, как я неоднократно говорил, превращается в большую велосипедную трассу. Так. Потому что нет бордюров, появляются такие тропинки. Естественно, есть диапазон температур комфортный, то есть, от минус 2 до минус 15, то есть, если теплее, то это, опять же, слякать грязь, если холоднее, то уже немножко некомфортно. А в этом диапазоне температур кататься зимой очень приятно, на самом деле, не холодно, нет грязи. Ну, помимо экипировки самого велосипедиста, нужно еще эти велосипеды подготовить? Ну, можно велосипеды вообще никак не готовить. То есть, в любой городе велосипед. То есть, на чем летом ездим, на том и зимой вы ездите? Да, единственный вопрос, это, в первую очередь, покрышки. Вот. То есть, либо человек ставит себе просто более такие грязевые, более агрессивные покрышки, чтобы они имели хорошие грунтозацепы, либо, что желательно, ставить себе шиповые покрышки. Просто они довольно-таки дорогие, шпоны, поэтому не все их себе могут позволить. Ну, кататься можно на любом горном велосипеде с хорошей резиной, такой агрессивной. То есть, в любом магазине велосипеда можно проконсультироваться, наверное, да? Конечно, да. Подойдет ли эта покрышка для зимнего покрытия? А по школе, велошколе в зимний период? Зимой велошкола будет у нас работать, по большей части, как такие небольшие показательные выступления плюс лекции. То есть, мы совместно с ГИБДД будем проводить по учебным учреждениям такие небольшие мастер-классы, то есть, показывать, опять же, базовые навыки владения велосипедом, что можно сделать даже в рамках, например, спортзала. И показывать вот такие подборки по видам спорта, в том числе по тому, что происходит у нас в Кире, чтобы они знали, что у нас есть федерация, что у нас филосекция, у нас есть филопарк, и приходили там катались и записывались в секции. Как раз для детей, для школьников это очень актуально, потому что, конечно же, удобнее добираться до школы на велике. Поэтому в школах, я уверена, что будет очень востребовано. Ну, наверное, на этом мы сегодня вынуждены закончить программу. Мы еще раз приглашаем всех в эти выходные. На филейку, в велопарк. Там будет очень много всего интересного, очень много зрелищного. И особенно рекомендуем поучаствовать в заезде-соревнованиях, к примеру, по самой простой трассе, кросс-кантри. Для этого, в принципе, ничего особенного не требуется. Велосипед и шлем. Велосипед, шлем обязательно. Зарегистрироваться хотя бы за час. Да, ну лучше, конечно же, пораньше, чтобы успели подготовить чип. Хорошее настроение с собой обязательно. Обязательно заряд тоже брать. И приходите, покатайтесь, посмотрите на всю эту красоту, на трюки, которые будут делать ребята. Берите с собой друзей. Обязательно всю семью и друзей. Поддерживать и болеть. И семьи и друзей тоже. Ограничения по возрасту, давайте еще скажем. Ограничений никого нет. Ну, для просмотра никакого ограничения нет. Для участия тоже нет. То есть у нас идет градация. То есть, ну, категория совсем-совсем любителей там все у нас едут. Но есть отдельно детские заезды. То есть там по возрастам. Для совсем маленьких беговел, для постарше, там будет небольшой круг, буквально там 500 метров, километр, 3 километра в зависимости от возраста. А чем награждать будете? Специально лента наградительная. Ну, тоже прекрасный повод. Ну что, так что 29-30-го ждем. Да, Григорий, вам спасибо большое за эфир. Будем ждать еще по зимним отчетам вас, да, и после мероприятия. А в гостях у нас сегодня был Григорий Долгих, президент Федерации велосипедного спорта Кировской области. 29-30 сентября. Филейка. Ждем. Ждем. До свидания. До свидания. С верой в спорт.